Всем доброе утро! Сегодня 18 февраля 2019 года и сегодня я хочу рассказать вам поделиться с вами своим опытом размножения в большей части, ну и ухода за фикусами, фикусом биджамина и в частности фикусом али. Я сразу оговорюсь, я вообще не профессионал, не специалист, просто любитель цветов. Но несколько человек уже спрашивали, как мне удалось достичь таких результатов. Наверное, действительно какие-то результаты в этом плане есть и я осмелилась рассказать вам и дать небольшие рекомендации по уходу. Вот я вам сейчас показываю свой фикус бенджамина, который не раз уже показывала. Хочу сказать, что с этого материнского растения было отдано, подарено великое множество детей. Вот я вам сейчас покажу небольшую часть того, что от них я развожу. Давайте по порядку. Сначала мы в принципе должны отрезать отросток. Этот отросток всегда попросится вам сам. Вот смотрите, вот видите, вот он слишком далеко вот здесь вот вылез, он просится уже, чтобы его отрезали. Вот, потому что мы в принципе всегда формируем крону. Вот сейчас немножко раскидистое дерево, но там просто надо подвязать, оно уже достаточно тяжелое. Вот так долго рассказываю я. Вот смотрите, неудобно одной рукой. Вот у меня есть ножницы. Ну, в принципе, это можно сделать любыми ножницами. Мы должны отрезать где-то вот на этом месте. Вот так. И этот отрезанный упавший листок. Вот он. В чем мой секрет, а может быть и не секрет. Я не знаю, откуда у меня пришла эта информация, что нужно вот так делать. Вот видите, здесь всегда на срезе молочко. Я это молочко, этот срезанный стволик кровоточащий, как сказать, не опускаю, вот как я сейчас это сделала в воду. Это я так не делаю. Я рекомендую вам пойти под проточной водой, прям в раковине, достаточно горячей водой, смыть весь этот вот млечный сок. Мне кажется, что так закупориваются каналы, когда вот молочко засыхает и нет питания, нету влаги, не поступает в растение. Поэтому я сначала смываю под водой, потом уже ставлю на укоренение. Срезая, обрывая нещадно все нижние листочки. И ставлю на укоренение. Вот так. Когда у нас появятся корешки, можно, конечно, посадить и в землю, но тогда вам не будет видно рост растения, сложно будет за ним наблюдать. Я сажаю, когда есть корешки, в обычные пластиковые стаканчики для пива, для соков. На дно предварительно положив хороший слой угля, обычного угля, не активированного, не из аптеки, который из мангала, из-под шашлыков. И вот там, когда они успешно разовьются, я беру по три, по четыре, может быть, по пять растений. И сажаю их уже в маленькие горшочки. Ну, вот не в такие, вот мне просто нет вам показать. Вот такие, например, горшочки, но чуть поменьше. Вот. И обязательно опора. Обязательно. Это может быть любая палочка. Вот в моем данном случае эта палочка. Я снимаю цветочной головки, там не для дела. Надо это стволик просто остался. И подвязываю проволокой. Я все растения формирую всегда. Вот, видно, вот такая проволочка обычная. У меня есть знакомый компьютерщик. У него там есть куча таких кабелей проводов. И я у него их забираю. Когда это на красивом, большом выставочном экземпляре, вот в таком, я беру зеленую проволоку или коричневую. А вот здесь малыши, которых еще никто не видит, подойдет любая проволока любого цвета. И мы его обязательно подвязываем и обязательно формируем. Тот, кто у нас уклоняется от роста, вот это вот следующий этап. Видите, вот эти побольше уже деревца у меня. Здесь уже и палочки, соответственно, вот другие. Вот эта палочка из фикс прайса. Вот. И обязательно, вот видите, у меня там вот проволочка. Она легко работать. Я рекомендую всем. Два раза скрутила, стволик держится. Те отростки, которые отклоняются, ну, здесь она все подвязана. Ну, вот так вот, например, вот видите, вот. Мы ему задаем рост. Вот так. И они посажены здесь по несколько штук. Потому что, когда вы сажаете одного малыша, это всегда будет задохлик. Вот. А потом, вот если взять вот этих два достаточно уже крепких, достаточно высоких деревца, я их могу объединить уже вдвоем в огромный горшок. Вот, например, такого вот плана. То же самое я делаю с другим фикусом. Фикусом Али. Сейчас я вам покажу. Вот этот тоже материнский большой. Я про него рассказывала. Про его достаточно интересную историю. Вот, опять же, у меня нету... А, кстати, вот у меня малыш-то вот бенджамин здесь еще есть. Видите, вот здесь вообще маленькая палочка. Я даже таких малышек подвязываю. Знаете, как детки, которых любишь. Вот, если у кого есть девочки, если у них сколиоз, не дай бог, если у них неправильная осанка, мы же все время говорим, выпрями спину, вводим на какие-то специальные занятия. Вот эти растения, если они вам действительно дороги, требуют заботы и подвязки обязательно. Вот этот вот, видите, достаточно, ну и не совсем маленький, но и небольшой горшок. И здесь сидят три отростка. Вот они достаточно успешно, видите, свежие листва. Следующий этап у нас будет вот такой вот уже отросток. Вот. Тоже подвязанный весь. И потом они пересаживаются вот уже в такие горшки. Вот этой палочки с Алиэкспресс. Подпорки для растений. Он вот такой. И потом они соединяются все вместе. Вот эти детишки. Подсадятся вот к этому. И мы снова сформируем вот такой вот крепкий куст. Не забудьте обязательно пролить стволик от млечного сока. Добавить уголька, песочка на дно. Обязательно формируем. Не заливаем. Подсушиваем земляной ком. На солнечные прямые лучи не выставляем. Где-нибудь недалеко в тенечке. И у вас все получится. И будет вот такой вот зимний сад. Надеюсь, что я все понятно объяснила. Еще раз говорю, я не профессионал. Может быть, я что-то говорю не так. Я основываюсь на свой опыт. Всего хорошего. Всем до свидания. Подписывайтесь, пишите, ставьте, комментируйте. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok